Экономика России оказалась не такой устойчивой, как утверждает Путин. Изыскивать средства для продолжения войны против Украины становится все сложнее. Теперь Кремль вынужден урезать выплаты раненым на фронте, сокращать социальные расходы и сворачивать многие программы и проекты, в том числе инфраструктурные. Путин изменил компенсацию, обещанную российским военнослужащим, раненым во время боевых действий в Украине. Явный показатель того, что Кремль пытается сократить растущие краткосрочные и долгосрочные сдержки войны и восстановить баланс в российской экономике. Эта политика показывает, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как это утверждает российское правительство. Из отчета Института изучения войны. Ранее Путин гарантировал всем российским военнослужащим, получившим ранения на войне России против Украины, единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей. Однако в ноябре 2024 года выплаты по некоторым видам ранений сократили в 30 раз. Теперь за тяжелые ранения будут выплачивать компенсацию в 3 миллиона рублей, за легкие ранения – миллион рублей, и 100 тысяч рублей за иные легкие травмы, говорится в постановлении правительства. В документе отмечается, что дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы. Из публикации издания «Верстка» в Телеграм. В госбюджете России на 2025 год запланированные расходы на ВПК и армию в сравнении с 2024 выросли на 27 процентов, до более чем 13 миллионов рублей. А в утраты на здравоохранение остались на прежнем уровне меньше 2 триллионов. То есть с учетом стремительно растущей инфляции их фактически сократили. Рекордные вливания в ВПК и затраты на армию привели к девальвации рубля, повышению учетной ставки до 21 процента, беспрерывному росту цен и стагнации. Россия вошла в клуб самых неуспешных с точки зрения монетарной политики стран. Потому что такие страны, как Турция, как Венесуэла, имеют такие высокие ставки. Иран, все эти страны имеют очень большие проблемы с экономикой, очень большие проблемы, прежде всего, с инфляцией и ростом цен. Именно это будут ощущать россияне в результате, в том числе, раздутых военных расходов. Экономисты поясняют, страна вошла в период стагфляции. Это крайне болезненная ситуация, когда инфляция и постоянный рост цен сопровождается застоем экономики. Россия входит полным ходом, веселым шагом, развернув плечи, в стагфляцию. В самой мерзкой ситуации, какой может быть застой в экономике при высокой инфляции. Как из этого выходить, никто не знает. Потому что стагфляция очень тяжелая история. Ты, с одной стороны, должен бороться со стагнацией, тогда вбрыскивать деньги в экономику. Но вот ты вбрыскиваешь деньги, у тебя усиливается инфляция, тогда вообще нет смысла вообще что-то делать. А если ты борешься с инфляцией, ты зажимаешь денежный поток, тогда у тебя усиливается стагнация, потому что нет денег на развитие экономики. То есть ты одновременно принимаешь слабительное и снотворное, и пытаешься прекрасно выспаться и чудо себя ощущать. От стагфляции пострадают абсолютно все сферы экономики, прогнозируют эксперты. Просто одни меньше, другие больше. В стране в скором времени могут вести регулируемое ценообразование. Это значит, что голодные 90-е перестанут быть печальным прошлым, а станут реальностью для граждан Федерации.